Порой, конечно, возникает желание залезть в окно. Думали, что у нас в Харькове нет джунглей. В Харькове есть джунгли. Или Бали. Это настоящий Бали. Это реально настоящие итальянские зарисовки. Где-то здесь живет дикая роза. Вообще, у меня по плану было поснимать старые дома на Пушкинской. Я, честно говоря, не думал, что у нас есть такой интересный арт-объект. Поэтому я думаю, что выпуск получится интересным. Это, друзья, улица Кирпичево. Кирпичево, 21-й дом. Если кому хочется сделать пару интересных инстаграм фотографий, то, пожалуйста, Кирпичево, город Харьков. Так что, друзья, наш город Харьков не такой уж и простой, как кажется на первый взгляд. Пойти бы и спросить у людей, которые живут там, Как, друзья, вам живется среди такой тропической растительности? Ну, я думаю, что это прикольно. Это реально настоящие итальянские зарисовки. Как будто в небольшой итальянской деревне. Ну, это реально Таиланд. А чем вам не Таиланд? Или Бали. Это настоящий Бали. Или Бали. Кто придумал, что Бали это Бали? В общем, короче. Эти джунгли, друзья, это настоящие харьковские джунгли. А почему нет? Вы думали, что у нас в Харькове нет джунглей? В Харькове есть джунгли. И они на Кирпичево. Не знаю, как жители Кирпичево на меня реагируют. В группе как-то нормально. Порой, конечно, возникает желание залезть в окно. Может, если снаружи у них джунгли, то и внутри там все поросло. Но я, наверное, в окна не полез. В Испании есть известный архитектор Гауди, который сделал весь, скажем так, облик современной Испании, современной Барселоны. И все туристы, которые приезжают, удивляются его, скажем так, мастерству, мастерству его руки и взглядов. В Харькове есть гораздо более интересные объекты, которые заслуживают внимания. Я не знаю, кто придумал этот дом. Я не думаю, что просто никто не ухаживал за этим домом, и поэтому он так зарос. Я думаю, что это сделано все специально. Но хочется в это верить. Увидев такой невероятный фасад, я решил зайти во дворик. Если снаружи такое, то что же там внутри? Пойдем посмотрим, пойдем разберемся. Мне кажется, что весь колорит Кирпичева пропадает, когда заходишь во двор. И тут уже более такое все старое. Хотя, смотрю, лавочки поставили современные. Первый раз в Харькове вижу такой крутой дом. Так что, друзья, когда прибудете на Кирпичево, во двор не идите. Во дворе не интересно. Только фасад. Я для себя принял ответственное решение. Когда я буду переезжать в Харькове, сколько бы не стоила квартира в этом доме, на Кирпичево 21, сюда можно переезжать. Этот дом вполне заслуживает того, чтобы стать культовым в городе. Представляете, проходит буквально пару месяцев, и на Кирпичево просто толпа людей. Люди изо всех стран мира летят, чтобы посмотреть на дом Кирпичево 21. Хотели бы вы, чтобы к вашему дому ходили туристы? Вопрос, скажем так, сложный. Потому что, если правильно воспользоваться этим моментом, то можно продавать магниты. А если не воспользоваться, то туристы, конечно, могут утомить. Где-то здесь живет дикая роза. Множество гостей, которые прибыли в Харьков, понятия не имеют о том, что на Пушкинской происходит таки-два, друзья. Поэтому давайте им расскажем, давайте покажем миру, что у нас тоже есть интересные итальянские дома. Не знаю, насколько это итальянский стиль, либо это смешанные, какой-то, не знаю, рок-парокко, не важно. Дело просто в том, что смотрится это очень круто и киношно. Когда ты приезжаешь в какой-нибудь город европейский, то тебе вся эта тема нравится. А почему нельзя радоваться от такому же точно дому, только у себя, скажем так, рядом с домом в Харькове? Из интересного здесь еще остались лестницы на фасаде. Уже в современных домах такого не делается. Вот. Но, тем не менее, на Кирпичево такая лесенка на крыше есть. И пришла такая мысль, я думаю, что если этот выпуск хорошо зайдет, то жители Кирпичево меня просто возненавидят. Как-то начнут люди сюда ходить. фотографироваться. Но я надеюсь, что все будет нормально. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Продолжение следует...